Сейчас с моей спиной идет операция по удалению злокачественной опухоли кишечника. Пациентке почти 70 лет. Операция направлена на продление жизни с минимальной потерей качества. Сейчас для областной клинической больницы такие операции – обычная вещь. Раньше они были штучными по всей стране. Операцию проводили методом лапароскопической резекции. Она длилась почти три часа. В бригаду вошли три врача-проктолога, две операционные медсестры, анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист. Сам процесс транслировали в интернете. Областная клиническая больница стала одним из пилотных центров, где Российское общество хирургов начало реализацию масштабного проекта по внедрению телемедицины. Смысл этого проекта в том, чтобы телемедицины охватить все ЛПУ и районные больницы, чтобы имели возможность районные хирурги, когда у них непонятная находка на операционном поле, показывать это операционное поле в очень высоком качестве, в качестве Full HD, как с нами консультироваться. Мы сейчас экспертный центр. Это чисто практическая вещь, которая работает в две стороны. В одну сторону работает из экспертного центра на страну, на больнице, как обучающий, а в другую сторону работает как система шеф-хирург или система консилиума. ОКБ зарекомендовал себя как передовой центр во многих областях медицины. Среди них, конечно, лапароскопические операции. Они более сложны для врачей, но менее травматичны для пациентов. В этом плане областной клинической больницы есть чем гордиться, а самое главное – есть чем поделиться с другими специалистами. Поэтому ОКБ стал одним из первых, где провели видеотрансляцию. Рязанская областная больница – это одно из мест, где зародилась лапароскопическая хирургия, коллапактология. Этому процессу уже более 20 лет. Я думаю, что в году 1993-1994 здесь начались эти операции при активном участии Дмитрия Анатольевича Кубезова, который сейчас является главным врачом. Второе – это, конечно, взаимопонимание, потому что у Российского общества хирургов полное взаимопонимание с больницей. Техническое обеспечение, благодаря которому удалось провести видеотрансляцию всей операции – самое современное. Трансляция операции проводится с использованием многонационального передвижного комплекса «Джемис», который позволяет транслировать в эфир сигналы, передающие с любого оборудования, которое имеется в операционной, не только в операционной, но и вообще в клинике. Оборудование уникальное. На сегодняшний день оно, наверное, в России единственное, не единственное, которое может транслировать сигналы с любого оборудования в эфир. Передовые технологии телекоммуникаций прочно вошли в медицину. Это позволяет непрерывно обмениваться опытом. Это именно та отрасль, где необходимо постоянно учиться и совершенствоваться. И все ради выздоровления пациентов. К счастью, в Рязани есть такой передовой центр, как ОКБ, который не просто набирает обороты, но уверенно стремится достичь высоты во всех сферах. К этой видеотрансляции присоединились более 200 передовых хирургов со всей России. Это дает всем жителям региона надежду на реальное сохранение здоровья, достойное медицинское обслуживание и даже на саму жизнь. В этих стенах ее спасают каждый день.